В Чувашии 7 по 8 июля ко дню семьи, любви и верности пройдет окружной конкурс «Успешная семья при Волжье». Что это за конкурс, кто участники, поговорим сегодня в программе интервью с Аленой Геннадьевной Елизаровой, министром труда и социальной защиты Чувашской Республики. Алена Геннадьевна, здравствуйте. Добрый день. Чувашия в этом году принимает финал окружного конкурса «Успешная семья при Волжье». Что это за конкурс, чем отличается от конкурса «Всероссийского семья года»? С 2013 года на территории Приволжского федерального округа проводится в ежегодном формате этот окружной конкурс «Успешная семья при Волжье». Он объединяет на одной площадке представителей всех 14 регионов, которые входят в этот округ. И в этом году выпала большая честь республики принимать победителей региональных этапов этого конкурса. У нас в городе Чебоксары конкурс будет проходить на площадке театра оперы и балета. 7 и 8 июля этого года. Мы всех будем рады видеть на площадке, но, разумеется, с соблюдением всех требований безопасности. Начало будет в 11 часов 7 июля. Примут участие семьи-победители. В первый день конкурса 7 июля семья будет презентовать себя. Это будет творческий конкурс. И помимо этого будет еще ряд тематических конкурсов, которые в финале 8 июля завершатся в 18 часов, где будут уже награждаться определенные жюри, три победителя, первое, второе, третье место, а также четыре номинанта. Безусловно, несколько слов надо сказать о жюри. Каждый регион, который участвует в конкурсе, представит одного члена жюри. От нашей республики будут два сопредседателя и еще один член жюри. Сопредседателями будут депутат Государственной Думы Российской Федерации Анатолий Геннадьевич Аксаков и председатель Союза женщин Чувашской Республики Наталья Алексеевна Николаева. Третьим, скажем, обычным членом жюри будет уполномоченный по правам ребенка Чувашской Республики Федорова Алифтина Николаевна. Я думаю, что все семьи будут неповторимы, будут прилагать все усилия для достижения именно побед. Ну, как минимум, номинации и жюри придется непросто в выборе победителей. На площадке театра опера-балета, напомню, вход на это мероприятие будет бесплатным, будут работать площадки для детей с аниматорами, будет определенная культурная программа, которая будет заполнять, скажем, время между конкурсами. Кроме того, для наших гостей, которые прибудут на этот конкурс, это и семьи, и члены жюри, будут организованы экскурсии обзорные по городу Чебоксары, а также экскурсия в тракторный музей, который является нашей изюминкой, той площадкой, которая, я безусловно уверена, запомнится всем семьям, особенно детям, где можно все потрогать, полазить, и, безусловно, это будет такое яркое впечатление. Но помимо этого, семьям для проведения отдыха в свободное от конкурса время будет предложена велостипедная прогулка по набережной, посещение Ледового дворца. Если говорить о предыстории, то на этапе региональных конкурсов в нем приняли участие 235 семей, в которых воспитывается более 700 детей. Отличительная особенность этих семей – то, что они наравне с родными воспитывают еще и приемных детей. – Отличие все-таки от всероссийского конкурса «Семья года»? – Отличие его в том, что по уровню он является окружным, и, соответственно, пройдя у нас в республике финальную часть, в результате финала будут определены три победителя и четыре номинанта. То есть на этом конкурс заканчивается. Если говорить о всероссийском конкурсе, то, соответственно, он объединяет семьи со всех регионов России. И отличие окружного конкурса от всероссийского в том, что он является более творческим. То есть семьи встречаются, презентуют себя, показывают свои таланты, знакомятся, и, будучи знакомыми, продолжают общаться, коммуницировать и обмениваться опытом. – Почему именно Чувашия была выбрана местом проведения успешной семьи Приволжья? – Организаторами конкурса является полномочная представительство президента России в Приволжском федеральном округе. Республика была выбрана площадкой для проведения окружного конкурса, ввиду того, что она у нас отличается крепкими семейными традициями. Из года в год число многодетных в нашей республике растет. Напомню, с 2012 года численность многодетных семей в республике выросла более чем на 85%. И на сегодня их уже больше 15 тысяч. Кроме того, надо отметить, что мы имеем, надо сказать, достаточный опыт для проведения такого уровня мероприятий, поскольку ежегодно проводим свой региональный этап всероссийского конкурса, о котором мы с вами уже говорили. И, соответственно, у нас накоплен тот опыт необходимый для проведения такого большого творческого мероприятия. Кто в этом году участвует в конкурсе от Чувашии? Чем интересна и успешна эта семья? Чувашскую республику в этом конкурсе представит семья Львовых. Она очень креативная, дружная, любящая и очень творческая, надо сказать. В этой семье воспитывается 9 детей. Помимо, понятно, родных детей, еще и 6 детей являются приемными. Папа Александр Геннадьевич является индивидуальным предпринимателем. А мама Татьяна Витальевна занимается именно воспитанием детей и посвящает всю себя семье и детям. Кроме того, надо отметить, что мама Татьяна Витальевна очень активно занимается и общественной деятельностью. Она входит в состав Ассоциации приемных родителей Чувашской республики. Надо сказать, что она всю себя посвящает детям и старается их развивать. И в спорте семья активно увлекается футболом, и в творчестве они поют. И мало того, вот с ними у нас проходила, не только с семьей Львовых, проходила встреча 1 июня на площадке социально-реабилитационного центра города Чебоксары. Мы собрали победителей семью Львовых регионального тура, а также победителей в разных номинациях от районов и городов Чувашской республики. И встречались вместе с Олегом Алексеевичем, вместе с главой республики, с активными, творческими, многодетными семьями, в которых как раз воспитываются и в том числе и приемные дети. Было очень интересно узнать опыт семей. Семья Львовых презентовала такую интересную свою изюминку, например, то, что они в прошлом году, когда началась изоляция, начали снимать свои собственные фильмы, и сегодня даже их можно посмотреть на просторах интернета. Вот такая творческая, интересная семья Львовых будет представлять нашу республику в финале окружного конкурса. А какие программы у нас есть для поддержки в Чувашии вот таких семей, как и Львовы, и вообще семей с двумя и более детьми? Поддержка семей с детьми, безусловно, является приоритетом в государственной поддержке. И здесь, конечно же, отмечу, это национальный проект демографии, поддержка семей, имеющих детей. Предполагается по пяти направлениям. Это выплаты на первого, третьего ребенка. Это федеральный республиканский материнский капитал. Это одна из новых выплат на детей от трех до семи лет. В перспективе появляется у нас уже в ближайшей перспективе выплата на детей от восьми до шестнадцати лет включительно. Ну и, само собой, разумеется, то, что уже было также инициировано президентом России, выплата накануне учебного года, в этом году, на каждого школьника в размере десять тысяч рублей и так далее. Здесь можно перечислять формы поддержки достаточно долго. Я назвала только самые ключевые. И действительно, не только в рамках национального проекта, в рамках других программных мероприятий есть много различных форм поддержки. Какую меру поддержки получают родители, которые воспитывают не только своих детей, но еще и приемных? Приемные семьи, помимо выплат, которые предусмотрены на детей, также получают поддержку в виде пособий, которые предназначены именно родителям, в зависимости от количества приемных детей и их особенностей здоровья. Спасибо, Алена Геннадьевна. Это было интервью с Аленой Елизаровой, министром труда и социальной защиты Чувашской республики. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин